Здравствуйте! Пандемия коронавируса наступает по всем фронтам. Одна из самых пострадавших отраслей в мире – это, пожалуй, туризм. В России, как мы знаем, все довольно печально. Российские туроператоры уже даже не трубят о необходимости им помогать, а просто сидят и надеются, что скоро все наладится. А как обстоят дела за рубежом? Вот об этом и не только мы решили поговорить с человеком, который организует туры, ну, пожалуй, по всему миру, за исключением разве что Северного полюса и Антарктиды. Уроженец Барнаула, фотохудожник, путешественник Александр Пермяков с нами на связи по скайпу. Здравствуй, Александр! Здравствуй, Илья! В какой-то темной комнате сидишь, самоизолировался, прям полностью, да? Ну, я как настоящий, да, я как настоящий путешественник забрался туда, куда никто не может забраться и заизолировался, в общем, от людей и от всех, но при этом, но при этом пока есть связь, на самом деле происходит очень много интересных событий и весь мир перешел в интернет, так что это просто потрясающе на самом деле, ну вот, как мы с тобой сейчас разговариваем. Так расскажи, что происходит в остальном мире? Везде так же печально, что касается туризма? Что касается туризма, туризм, да, туризм на самом деле везде печален, наверное, за исключением Беларуси, вот буквально так, когда? Завтра, послезавтра, на днях Чехия открывает границы, наконец-таки, первая сторона из Европейского Союза, но при этом что делать, если ваши границы открыты, а другие границы не открыты, в общем, непонятно, и на самом деле из Праги сейчас можно будет улететь только в Минск, единственное направление вот в мире. То есть заработает турпоток. Насколько он там вообще традиционно большой? Да, нет, он вряд ли заработает, потому что на самом деле здесь речь не только про политические ограничения, да, или вот какие-то, ну, не знаю, юридические, не юридические, да, но вот именно вот законодательные, так сказать, ограничения. Здесь речь все-таки в первую очередь о том, что люди сами не слишком-то хотят куда-то ехать, потому что все равно это стресс, это, ну, не знаю, опасность или, по крайней мере, ощущение опасности, вот, и поэтому я думаю, что турпоток не вырастет там, вот, просто от того, что границы сходу открылись. Ты сказал, многое перешло в интернет. Что именно, в чем это выражается? Неужели выставки и конференции тоже теперь там? Ну, да, вот буквально, чтобы дать какое-то краткое представление, вчера мы провели в онлайне конференцию Meet Digital, которая должна была проходить 17 марта в Москве в Крокус Экспо. Все, понятное дело, отменилось, потому что это очень большое мероприятие. Мы перенесли все в онлайн, вот буквально вчера мы его закончили. Сразу же после этого, там, спустя пару часов, у нас был онлайн-звонок с одним из фотографов National Geographic, который делал публичную лекцию о том, как делать фотографии, как работать с National Geographic, что вообще нужно вот глобальному журналу. Пару недель назад у нас был большой онлайн-хакатон, такой бизнес-мероприятие, где люди приходят со своими идеями, пытаются создать какие-то прототипы решений. Это был уже глобальный хакатон, The Global Hack, в котором участвовало 15 тысяч человек. А что обсуждаете? Плачетесь друг другу? Как все плохо? Строите планы? Ну, если строите планы, наверное, на какое-то определенное время уже, да, когда все закончится, вот расскажи, что происходит в сфере туризма, где самое главное – это физически перемещаться по земному шару. Прекрасный вопрос в этом плане. Мы вот буквально вчера обсуждали, да, по горячим следам нашей конференции Meet Digital. Я расскажу как раз, наверное, про то, что мы там обсуждали. Во-первых, что обсуждается, это конкретика ситуации, да, то есть мы понимаем, что, в общем, плохо, да, все кругом плохо. Но что значит плохо? Как это измерить? И просто приходят руководители разных больших туроператоров, представители индустрии, лидеров рынка и рассказывают про то, что такое, ну, как бы, стукнуть дно. То есть то, что мы на дне совершенно точно. Сейчас индустрия туризма на дне, наверное, никогда, ну, никогда такого не было и снова опять. За последние годы, по крайней мере, такого точно не было, потому что весь спрос упал на 99%. То есть продаж нет абсолютно никаких. Есть какие-то совершенно случайно зашедшие люди, там, я не знаю, одна-две продажи у крупных всероссийских туроператоров в день. При том, что в обычное время они продают там в сто раз больше каждый день. Вот, это во-первых. Во-вторых, упал ли не только продажа, упали запросы в Яндексе. У нас были представители Яндекса, вчера рассказывали про статистику, которая, в общем, происходит. Как люди спрашивают ли они про поездки или не спрашивают. И люди, в общем, не спрашивают примерно нисколько. То есть количество поисковых запросов в Яндексе сейчас примерно на уровне 15% от предыдущего. То есть это вот какие-то, наверное, совсем сумасшедшие люди, типа меня, которым все равно нужно зайти в Яндекс и спросить там что-нибудь про, не знаю, туры в Турции. А зарубежные коллеги о чем говорят? Слушай, наверное, примерно о том же. Здесь я бы отдельно хотел заметить, что очень многие люди, как зарубежные, так и наши в том числе сейчас, говорят про то, что надо каким-то образом консолидироваться и, ну не знаю, помогать друг другу. И действительно очень многие люди, например, один мой друг Питер Сайм из Шотландии, он вообще-то туроператор, он делает такие экспедиционные туры по всему миру. Они там в пустыню Гоби пешком проходят, например. Но сейчас, так как в основном работы никакой не стало, он сейчас делает просто бесплатные онлайн-звонки с другими туроператорами, которым помогает каким-то образом, ну не знаю, советом прежде всего найти себя вот в этом новом мире. И здесь на самом деле важно еще, наверное, то, что все те туроператоры, которые работают в разных, да даже не только туроператоры, гостиницы, бизнес-турагентства, другие представители сферы туризма, они работают в разных регионах мира, там от Японии до Перу, но при этом у них у всех плюс-минус одни и те же бизнес-модели, у них у всех одни и те же слабые места в бизнесе, у них у всех примерно один и тот же опыт. Поэтому здесь всегда есть что обсудить, и вот даже у нас сегодня на этом звонке с ребятами из Великобритании у нас, например, был мой товарищ из Перу, который как раз принимал участие тоже в обсуждении. И в Перу тоже все? Да, в Перу довольно серьезная ситуация, у них там не такая серьезная ситуация, как в Эквадоре, но тем не менее, да, Латинская Америка в этом плане, наверное, сейчас на самом жестком плюс-минус карантине. То есть я знаю, что Аргентина, например, запретила продажи авиабилетов до первого сентября абсолютно всех. Но здесь нужно понимать, что у них-то близится зима, то есть если мы переходим в лето, то они, наоборот, переходят в зиму, поэтому у них, скорее всего, вот хвост этой пандемии, он будет, скорее всего, длиннее. Хотя посмотрим, сложно сказать. Ну то есть и в Австралии, например, да, где тоже зима наступает, вероятнее всего туризм просто закроется на полгода, какой бы то ни было. Предполагаю, что да. Про Австралию я толком не знаю, я, наверное, больше знаком с Новой Зеландией, но история про них, я думаю, что она плюс-минус схожа, потому что для того, чтобы туда попасть, нужно очень долго лететь. И долгие перелеты, это, наверное, не то, что будет, не та сфера, которая сейчас будет быстро восстанавливаться. Что касается Новой Зеландии, есть мнение у многих, что некоторые страны буквально вот кормятся, прям кормятся с туризма. Многие называют Турцию, например, Таиланд, но вот Новую Зеландию зачастую тоже приводят как пример. Так это или не так? И вот нынешний кризис, он подтвердил, что это именно так? Сложно пока что сказать, потому что мне кажется, что, во-первых, все развитые, в первую очередь, страны, они сейчас проедают свои запасы. Потому что, понятное дело, что сейчас речь не только о туризме, речь сейчас примерно о любой другой индустрии, ну, в большинстве своем. Потому что все так или иначе начинает, как-то сказать, ну, как карточный домик просто складываться, да. То есть это касается, не знаю, и... Ну, в Аргентине, например, в Аргентине упало практически до нуля потребление мяса. У них, при том, что это одна из самых мясоедящих наций на свете, там, если не ошибаюсь, после Уругвая, который у них вот соседи. Вот, то есть они там вместе на пару это мясо обычно лопают. Сейчас у них практически нет никакого потребления. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что у людей стало меньше денег, а говядина все равно это так или иначе дорогое удовольствие. Вот, поэтому вот так. И, разумеется, так как мясо для Аргентины – это одна из важнейших индустрий, то у них все начинает дальше складываться. То же самое касается Новой Зеландии. Потому что туризм в Новой Зеландии – это все-таки не единственная сфера. У них там есть и много всяких разных других. То есть в первую очередь как раз животноводство и сельское хозяйство. Но, тем не менее, все, разумеется, начинает потихоньку складываться. И вообще, в принципе, довольно сложная история про туризм как основной источник дохода в том плане, что туризм – это индустрия все-таки маленьких игроков. Когда у тебя есть много небольших туроператоров, ну, за редким исключением, там, Египта, Турции, Таиланда и некоторых других, там, совсем уж курортных регионов, страны типа Новой Зеландии, например, у них все равно это больше кормит конкретные маленькие бизнесы, да, нежели, там, государства. И если все-таки смотреть в будущее, причем с оптимизмом. Давай будем так, да, что все это закончится достаточно скоро. Вот во всех странах, я так понимаю, четко присутствует въездной туризм, внутренний туризм, вот как, допустим, в Новой Зеландии, да, где большая доля внутреннего туризма. Логично предположить, что внутренний начнет развиваться раньше, возвращаться к своему прежнему виду. Так ли это, на твой взгляд, либо здесь возможны явления самые необычные, непредсказуемые люди, например, начнут яростно ездить по всем странам, добирая то, что не набрали за сезон? Вряд ли. Вряд ли они станут яростно ездить, потому что, скорее всего, цены сильно вырастут. Это то, что мы видим уже сейчас, цены на перелеты растут, цены на проживание растут, и, скорее всего, туризм станет чуть менее доступным, по крайней мере, по сравнению с тем, что он был раньше. Потому что, ну, мы сейчас говорим, конечно, про Барнаул, в том плане, что Барнаул все-таки находится довольно далеко от всего, и даже для того, чтобы долететь до Москвы, нужно потратить уже какое-то количество денег. Если мы говорим там, ну, вот просто, чтобы представлять контекст, европейский, например, туризм, да, это значит, что ребята летят из Лондона, например, в Таллинн для того, чтобы потусоваться, выпить пиво в барах, потому что цены на пиво в барах дешевле, чем, ну, разница, точнее, на цены в пиво в барах между Лондоном и Таллином, эта разница больше, чем стоимость авиабилета. Вот, то есть ты платишь там за какой-нибудь лоукост, садишься, летишь в Таллинн, пропиваешь разницу на авиабилеты, смотришь Таллинн и улетаешь обратно, и, в общем, все классно. Поэтому это, в общем, не тот туризм, на который вообще стоит ориентироваться, потому что это туризм такой очень дешевый, и он привлекает в основном, там, знаете, ну, не знаю, там, молодежь. Что, скорее всего, восстановится, как ты считаешь, внутренне, вот подобное этому пивному, да, туризму, либо подобное в России, допустим, перемещение, да, между регионами, между туристическими центрами, вот, либо, да, все-таки между странами, то есть люди захотят перемещаться через границы. Да, про перемещение через границы, это все-таки вряд ли, это займет какое-то время, и совершенно непонятно, на каких условиях это будет происходить, то есть я думаю, что, конечно, те направления, которые являются курортными, там, такие, как Турция, они сделают все возможное для того, чтобы открыться побыстрее, но, опять же, совершенно непонятно, на каких условиях это будет. Я знаю, что Турция, например, уже отменяет all-inclusive просто для того, чтобы увеличить дистанцию между туристами, потому что нельзя просто взять и организовать шведский стол в условиях, так сказать, в новых санитарных условиях. Поэтому мы, вот, то, что мы видим в Китае, мы видим рост, так называемых ситибрейков, то есть поездок в ближайшие, в соседние, точнее, города и в соседние регионы, так что я бы сказал, что то, что можно ожидать в случае с Россией и в случае с Сибирью, я предполагаю, что люди поедут снова на какие-то места, которые находятся ближе, то есть Барнаул, Новосибирск и другие города поедут больше на Алтай, Восточная Сибирь поедет на Байкал, люди будут путешествовать больше между городами, там, я не знаю, кемеровчане поедут посмотреть, что происходит в Красноярск, новосибирцы поедут посмотреть, что происходит в Томск, ну и так далее и тому подобное. То есть просто, это очень короткие поездки, то есть вот то, что мы видим в Китае, у них сейчас рост коротких самостоятельных поездок, то есть это, как правило, выходные, люди просто хотят развеяться, это еще не отпуск. И на самом деле, да, это очень важно, один из важных критериев в плане сценариев восстановления заключается в том, а что будет с экономикой, потому что вот мы сейчас, например, должны были быть в Африке, мы должны были лететь в экспедицию в Африку, и мы, понятное дело, все перенесли, но опять же, совершенно непонятно, на когда мы это перенесли, потому что мало того, что люди должны определиться со сроками, им нужно снова где-то найти денег, и им нужно получить еще и отпуск, потому что вот мы сейчас все просидели там на карантине месяц или два, а отпуск-то после этого нам вряд ли кто-то вот прям сходу такой лет не даст. Надо же работать вообще-то, ну, надо же все это теперь, все заново отстраивать, вот, так что вот от этого зависит. Но на короткие поездки, конечно, будем ездить. То есть, кстати, если вернуться на Алтай, что называется мысленно, для нас это такой очередной шанс все-таки прокачать наш алтайский внутренний туризм, чтобы к нам еще больше туристов приезжало, возможно, отладить более-менее, наконец-то, инфраструктуру, сделать ее достойной, как считаешь? Ведь ты возишь довольно много людей сюда, на Алтай, за рубежа в том числе, я предполагаю, они едут еще и потому, что тут и цены, ну, не такие, как в Новой Зеландии, например, да? Сложно сказать, кстати, про цены, потому что все равно, так или иначе, цены в сумме, они потом складываются, на самом деле, получается совсем недешево. То есть, да, вот мы даже сегодня обсуждали, когда мои родственники ездили на Байкал на собственной машине из Заринска, они потратили, по большей части, такие же деньги, что им стоило бы, не знаю, стоил бы полет в Турцию вместе с авиаперелетом, в смысле, вместе с проживанием. Вот. Поэтому про деньги я не знаю, это большой вопрос. Вопрос с Алтаем здесь заключается в том, что у нас все-таки очень ограниченная инфраструктура и она такая, ну, в смысле, летом все равно не пробиться. То есть, летом все места, они и были битком, они и будут битком. Вот. Поэтому, когда, ну, вот, я приезжаю на Алтай, в смысле, там, 15 сезонов и последние, наверное, года три, даже в Высокогорьях большая часть мест, большая часть турбаз, они забиты уже не только на выходные, они уже начинают быть на 100% загружены в течение будних дней. И это было еще, там, сказать, в 2019 году. Вот. Что будет в 2020, в этом плане сказать очень сложно. Наверное, мы вернемся в какой-то степени обратно, не знаю, в палатки и отдых на берегу Катуни, потому что просто мест на всех не хватит. Вот это я бы предположил, да. Вот. То, что мы смотрим сейчас, лично я, мы, наверное, пойдем в горы, мы пойдем в походы, будем брать палатки и пойдем в те места, где нет практически там никого для того, чтобы, не знаю, фотографировать. И вот, как-то, не знаю, смотреть на природу. Так что, да, обратно в 90-е в этом плане. В плане поездок на Алтай, я думаю, что не знаю, насколько это развитие инфраструктуры. Может быть, наоборот. Вот, кстати, есть, как мы знаем, много видов туризма. И экстремальный, и матрасно-пляжный, и индивидуальные туры, гастротуризм, там, научный и так далее, и так далее. Вот, как считаешь, кризис повлияет на развитие этих отдельных видов как-то? Какие-то восстановятся быстрее, станут популярнее, может быть, экстремальные, там, и так далее. Вот. Про какие-то забудется. Мне кажется, что экологический туризм в первую очередь получит рост. Я не знаю, насколько это касается России, в том плане, что это очень сильно зависит от того, как ситуация будет развиваться здесь. Потому что, если мы посмотрим на то, что происходит в Европе, то особенно в тех местах, где большое количество заболевших, то для них это все-таки довольно серьезный удар психологический. То есть, люди не захотят видеть много людей вокруг себя. То есть, если раньше можно было, не знаю, ездить на фестивали, концерты и все вот эти дела, то сейчас, я думаю, что очень многим людям, по крайней мере, в этом году, будет совсем не по себе оказываться в каких-то местах массового скопления людей. Поэтому, мне кажется, что получится как раз развитие, во-первых, такой отдых на природе. Он может быть экологический, может быть, не очень экологический. Во-вторых, это путешествие на своих машинах, потому что у вас, опять же, есть какое-то собственное пространство. Ну и вот всякие разные дорогие удовольствия, поехать в какой-нибудь большой дорогой отель. Ну, в том плане, что те люди, у кого остались эти деньги, они все-таки захотят кое-что потратить. А те люди, у которых денег не осталось, будут вынуждены их просто брать и снова зарабатывать, копить и так далее. Если нарисовать примерный образ ближайшего будущего, во-первых, вот помимо того, какие виды туризма будут развиваться, какие, может быть, не так сильно будут развиваться, что еще, на твой взгляд, принципиально изменится вот в этом постковидном мире? Может быть, за границу у нас будут пускать только со справкой, что у тебя поставлена куча прививок? Может быть, китайцы перестанут заполнять все пляжи мира, да? Они очень любили путешествовать, и, может быть, это сейчас на долгие годы уйдет. Вот каким ты видишь вот этот дальнейший мир? Сложно сказать про китайцев, кстати, потому что я знаю, что в Юго-Восточной Азии сейчас, и, по-моему, кстати, в Австралии, если я не ошибаюсь, китайцы сейчас, скорее, наоборот, одни из самых желанных клиентов, потому что все знают, что Китай-то уже прошел через свою пандемию. И я думаю, что люди, ну вот, власти стран типа Таиланда, например, Вьетнама или Индонезии, они больше доверяют китайским, например, тестам и вот всем этим системам их с приложениями о том, что вообще ты можешь из дома выходить или не можешь, чем, так сказать, с водолюбивым, например, итальянцам, которые вообще непонятно, ты там больной, не больной, как бы, кто тебя проверял. Вот, поэтому, да, я считаю, что история про путешествие по справке, она не такая уж и антиутопичная сейчас. Это вполне себе то, что может происходить, особенно, не знаю, в ближайший год, например. Что еще? Я знаю, что многие авиакомпании вводят, например, обязательный полет в Маске. Вот, то есть, да, мы, скорее всего, будем проходить через, ну, я не знаю, сколько это займет, но, да, на протяжении, не знаю, года или двух, скорее всего, будут серьезные меры для того, чтобы не предотвратить возможную вторую волну. Ну, и немножко в философию ударимся, если ты не против. Все гуру, философы учат, что любой кризис, он, в свою очередь, должен нас вывести на какой-то принципиально новый уровень, потому что другого выхода нет – умереть, либо перейти на уровень выше. Вот, как ты считаешь, мир турбизнеса, каким станет в плане преодоления вот этих трудностей, чему научатся туроператоры, чему ты научишься или, может быть, уже научился? Ну, ты знаешь, наверное, давай я чуть поверну этот вопрос в сторону от туроператоров, наверное, в сторону, не знаю, людей в целом, потому что это прекрасный вопрос. Знаешь, когда у человека начинается какое-то серьезное заболевание, то, как правило, оно начинается с какого-то несерьезного заболевания, там, не знаю, что-нибудь там-то заболело, ну, то есть какие-то легкие симптомы. И если вы не обращаете внимания на эти легкие симптомы, то, скорее всего, там окажется, что, не знаю, что заболевание будет запущено, и, в конце концов, оно перейдет в терминальную стадию. Поэтому, когда начинает побаливать, то лучше все-таки идти в этом плане к доктору. И если он начинает побаливать у всего человечества, то, наверное, нужно принимать какие-то решения, в том числе и о нашем, не знаю, каком-то, ну, не знаю, образе жизни, так сказать. И в этом плане, мне кажется, что вот эта пандемия, это, наверное, все-таки первый звоночек. Это не самая катастрофическая вещь, которая еще могла случиться, потому что будет гораздо хуже, если мы будем смотреть, не знаю, если мы будем из 2030 года смотреть на 2020, как, знаешь, как на цветочки. Вот, поэтому я считаю, что вот именно этот вывод нужно сделать, что надо все-таки заботиться о тех, не знаю, о той планете, на которой мы находимся, как маленький принц, и каким-то образом в меру своих, не знаю, возможностей и способностей делать мир чуть-чуть лучше. Ну, как минимум, например, там, ну вот, не знаю, не мусорить, например. И то, что касается туроператоров, да, я думаю, что сильно уменьшится количество вот этого вот бестолковых путешествий, я, по крайней мере, надеюсь. Потому что дело не в том, что их никто не будет покупать. Нет, их будут покупать. Просто нужно ли их вообще делать? Нужно ли их вообще продавать? Хотите ли вы создавать продукт, который, по большей части, просто, ну, не знаю, эксплуатирует в окружающую среду? Потому что, там, не знаю, дешевая поездка, ну, не знаю, даже, например, на Алтай, она дешевая не просто потому, что там никому не нужно платить за эти палатки, но еще потому, что вот ресурсы природные, они бесценны, за них не требуют денег, но при этом это не значит, что они ничего не стоят. Это не значит, что они не получают никакого урона. Вот, поэтому те люди, которые, ну, не знаю, вот просто то, что я видел на Алтае, например, да, там, где становится больше туристов, там становится, например, сильно больше мусора. И, наверное, все-таки нужно этим каким-то образом, не знаю, возвращать обратно, пытаться, не знаю, наоборот, скорее путешествовать более осознанно, делать более осознанную работу, понять вообще на самом деле, делаете ли вы ту работу, которую вы хотите делать. Если вы предприниматель, то производите ли вы тот продукт, который вы хотите производить, или вы, наоборот, как-то, ну, не знаю, наживаетесь на вот эксплуатации, так сказать, нашей окружающей среды. Ну, вот какие-то такие общие мысли. Так что я думаю, что я надеюсь на то, что мы все-таки сделаем выводы. И особенно большие компании, конечно. То есть ты ждешь больше осознанности, больше путешествий со смыслом и больше дисциплины в плане перемещения людей, размещения их. Я прав? Да, да, абсолютно. А еще все научатся по итогам, я думаю, руки наконец-то мыть. Это точно. Спасибо тебе, Саша. Удачи тебе. Будь здоров. И, надеюсь, скоро увидимся в каком-нибудь экзотическом месте или на нашем родном Алтае. Да, да, спасибо, что пригласил. Счастливо. А с нами на связи был фотохудожник, путешественник Александр Пермяков. Субтитры подогнал «Симон»